У Акбарса в зоне соперника практически ничего не получилось, да и в своей были потери, огрехи, оплошности. Не выручил Кудепольский, когда бросал Николас Йенсен. В общем, предстоит серьезный разговор. Я не говорю, что тренеры будут кричать, может быть, все очень спокойно. Тем более, что удалось Акбарсу счет сравнять с заползки, пропускает с острейшего угла, и поэтому он никак не может подняться на ноги в такой угол. Кого угодно выведет из состояния психологического равновесия. Галеев вроде бы всем своим видом показывал, что будет делать передача. Я не думаю, что это был бросок. Это была передача, но заползки ухитрился отправить шайбу себе за спину. Калиев забрасывает четыре шайбы в пяти матчах. Такая результативность впечатляет, при том, что начало сезона у него не получилось. Вот так шайбы просачиваются через вратарей в первом периоде. Через Запольский и через Бадьепольского. Часто уходят вот так по ходу матчей в Астрау. Лаури и Маргемяки о чем-то думают. Наверное, думают о том, что было преимущество по игре, было преимущество по счету. И вот так бездарно это преимущество разбазарено. Аквар скочит еще до перерыва, забросит шайбу. И это получается у команды «Зенитулы» Белеледзинова. Красавчик, Иландер отмечает голым свое возвращение на площадку. Реабилитировался после травмы и забил Антон. 2-1. Сейчас сторонний наблюдатель, который не переживает ни за Акбарс, ни за Йокерит. Наверное, можно сказать, ну, подфартило Акбарсу. Но с другой стороны, Акбарс команда терпеливая. Мы знаем, водится такое за Акбарсом. Команда, которая не пожарит лишний раз. И я бы сказал, что здесь фолл в атаке.